добро пожаловать в пятьдесят седьмые вышивальные будни вы на канале люся вышьет и мы транслируем свое видео несмотря ни на что потому что если хотя бы один человек зарядиться позитивом теплом и энергии от этого видео то значит миссия выполнена значит и что у нас тут по вышивке будем обращать внимание на все хорошее а крестики это очень даже хорошая вещь вам на снежное безмолвие артикул и 1049 и у меня оригинальный наборчик с неоригинальный конвой потому что я конву заменила кстати говоря на оригинальный конвей я недавно что-то черкала но смысле недавно перед тем как начать этот наборчик я все наборчики из этой серии это последний четвертый вышиваю на такой вот молочной конве но на белой конве из наборчика я тоже что-то подчеркала и потом смыла и это канва превратилась какую-то непонятную тряпочку в пятна так что я ее смело выкинула так что у нас здесь изменилось добавилась целая вот эта веточка и вот здесь я вышивала вот эту область я как-то снизу вверх в этот раз вышиваю потому что я знала что эти лапки это одно из самых сложных вещей вещей в вышивке поэтому я их сразу вышила то есть у меня три лапки было готово я вышла четвертую и примерно вот здесь мы с вами находимся сейчас вышивается достаточно легко кроме вот этой части потому что здесь все таки много мелких таких переключений приятно и возможно скоро будет конец бисер я оставила иероглиф вышивается бисером я оставила его на потом потому что я понимаю что пяльцами его не зажмешь таких непонятно высоких пялец у меня в принципе нет канвушки конечно как украла отрезала но по-моему это был последний отрезочек из подходящего к всей серии так что взяла магнитик у меня вот такие синие коты мне их лена дарила лена большой тебе привет и спасибо нету две иголочки зачем непонятно ну пусть будет вот так что этот наборчик буду продолжать на этой неделе четвертый день карантина у меня сейчас идет напомню что я вернулась из-за границы и не соблюла все правила так как нужно поэтому я сижу на карантине времени вагон смотреть в интернете новости я больше не могу у меня уже не хватает нервов поэтому я просто пишу своим девочкам как у них дела что происходит наблюдаю за их вышивкой и снимаю видео как видите так что будем с вами крепится духом и верить в лучшее сейчас покажу вам еще что вышивала за последнее время вот такое вот яичко это моя собственная разработка и как видите я решил его закончить вот вам даже немножко видно хотя не хочет фокусироваться я вышиваю здесь белые крестики конечно это утопия но я все равно их вышиваю осталось совсем немножко у меня уже не было сил чтобы это закончить вот тут ниточка даже висит не закончена вот буду заканчивать надеюсь на этой неделе хочу для этого яйца сделать перенабор но для этого мне нужна вика я на карантине а вика уехала в варшаву по моему варшаву ну в общем-то жду нашей встречи вика тебе большой привет вот почти закончила я думаю что уже закончил следующий раз и вырежу по контуру и оформлю сразу и покажу вам готовую работу я думаю что в принципе это будет неплохая альтернатива вот так что можно было просто все законченные крестики показать ну нет тут использовалась ниточка с переходом как видите в птичках и вот тут по серединочке в этом элементе даже видно полосочки это все одна ниточка я не подбирала три цвета я просто вышивала ниточкой с переходами и покажу вам еще одну вышивку этой недели это у нас тадам тадам хоть маги рукодельница так ничего не помещается сейчас я вас исправлю ну вы так то получше маги рукодельница вот так выглядит превьюшечка мы с вами вот здесь возле коровы находимся и вот эту часть мы уже закончили вот здесь что вышивалась значит незаметно как-то вышелся вот этот столбик и я поползла на комод вот тут будет большой большой комод и я его вышиваю большой плюс что здесь не надо ничего думать здесь одним цветом огромные участки просто зашивается туда-обратно бежишь с ниточкой и ничего в принципе интересного не происходит ну и сложно ошибиться вот так что надеюсь что буду заканчивать кому дальше тут уже место честно говоря не хватило здесь я бэкстич сделала но надо бы еще наверное на самой вот этой мебели сделать бэкстич но не знаю возможно можно просто дальше немножко переставить пяльчики и вышивать хотя в принципе честно говоря область для зашивки тут еще достаточно большая сверху как видите никто ничего не вышивал без меня так что можно есть на чем поработать скажем так я рада что я маги рукодельницу взяла в работу и уже вторую неделю или даже третью в принципе февралею вышивала и опять марте за нее взялась есть план у меня тысячи крестиков на месяц по этой работе и я думаю что с учетом того что я вышиваю вот здесь такую легкую мебель мы исправимся с этой задачей вот вообще конечно хотелось бы хотя бы половину работы сделать не знаю может до лета вот так вот такие у меня амбициозные планы но посмотрим как пойдет как будет дальше продвигаться пока я дома и стараюсь ограничивать себя в интернете то конечно есть время возможности немножко повышевать главное сосредоточиться на вышивке на крестиках вот вообще работа прекрасная мне кто-то даже писал в предыдущем под предыдущем видео в комментариях что посмотрел на мою и достал свою маги ну она конечно восторженный восторг так что всем рекомендую если есть такая возможность если есть такое желание повышевать ее возможно даже вместе со мной корова тут у меня от про хобби по моему вижу как девочки начинают скупать сейчас все вышивальное не знаю не поддаюсь этой панике в принципе не очень то хочется рассматривать какие-то наборчики еще что-то так что от покупочек пока что я воздержусь вы видели в предыдущем видео то что я покупала это было еще в начале февраля я не знала приеду я домой или нет но решила что пусть у мамы будет если что я приеду и заберу а если нет она мне сильно покупательское настроение какое-то ну и наборов извините очень много даже новых и не начатых так что будем маги рукодельницу потихонечку вышивать у нас снова единорожковое небо мне недавно писали что когда видят рассветы красивые и закаты вспоминают про единорожковое небо сегодня не настолько прям восторженно-восторженно но в принципе очень даже симпатично у меня тут чаек опасно стоит так что я за него сильно переживаю вот остывает по чуть-чуть с синими котами и все как надо тоже подарочек кстати говоря большое спасибо вот такие у нас пирожульчики на улице холодно честно говоря весной почему-то не пахнет хотя я вике обещала весну ну извини вика пока что не приходит вашему вниманию представляется две оформленные работы значит первое это петушок от милхила вернее я взяла когда-то схему милхил и переделал ее под себя потому что их петушок мне не очень нравился а идея иметь петушка мне очень понравилось вот я его прицепила на лапку это у нас палочка для размешивания чая сахара в чай и кофе вот и получился такой малыш еще наверное немножко ему подрежу фетр вот тут по бокам потому что фетр я использовала как видите в цветочек и он с той стороны белый что удобно в принципе потому что для яйца я использовала похожий фетр только красный но с этой стороны внутренней он подчеркнул все-таки белость яйца если бы фильм фильтр о божечки девочки если бы фетр был конечно с двух сторон красный то просвечивались бы вот здесь красненькие всякие и было бы не очень симпатично вот сделала подвесочку как у большинства своих игрушек темно-бордовую сюда на как раз отлично подходит и довольный код живу дальше вот и по поводу яйца я хотела сделать еще одну цветовую версию буду над ней работать а вы конечно же все увидите достаточно скоро и дайте что мы делаем конечно же мой нам не режим вышивка заблокирована потому что ручки вот они вышивка вот она тут если что у меня маги рукодельница пункт 2 тут у меня вкусняшки я заедаю все что смотрю на ютюбе вот очень рада что некоторые вышивальщицы вот и кошка ушла что некоторые вышивальщицы украинские несмотря ни на что продолжают снимать немножко вышивать и подбадривать своих друзей и знакомых мне кажется что это очень важно и нужно сейчас немножко оптимизма и мотивации мне часто говорят что я очень оптимистичный человек на что я всегда говорю вы просто не знаете мою маму потому что я построен с ней конечно просто депрессивный червяк о чем она мне не забывает напоминать в любое удобное для нее время вот но ничего потихонечку помаленечку будем разбираться с этой ситуацией да так что у меня тут и произошло я вышивала белый не что-то меня так взялось белый и светло такой молочный вот как солнышко цвет потом я начала вышивать голубенькая но и тут уже разбрасываюсь по чуть-чуть вот тут будет здание могу вам на схеме показать вот так ой вот она здание вот тут будет у нас деревце и в общем то не так уж и много крестиков тут осталось вышивать но скорость у меня честно говоря тоже небольшая я то вышиваю то смотрю видео просто не могу оторваться то сделать 10 крестиков и просто думаю об жизни тех кто обжегся как говорится вот но такие в общем-то настроение стараемся не падать духом бася гладится со мной 16 раз в день и это не преувеличение вот не знаю может быть чувствую тревогу может быть просто очень сильно соскучилась пока меня не было но мы в общем все в обнимашках я вам тоже stories в instagram вставляю баску она вам всем шлют большие-большие приветики и обнимашки сидит люся на карантине а тут посылочка приехала я думаю что же это такое а оказалось что пришли свечки я вам да во включенном виде сразу показываю напоминаю я собираю маньяк 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 собирает маяк это маяк от фирмы по моему гоголь мне его оксана подарила и здесь не хватало запасных частей а именно свечки одной штуки но мне прислали две чтобы уже прям люся общесливилась вот столько бумаги положили теперь я тоже могу всем все упаковывать и покажу на чем мы остановились начать маяком я отдельно красила дверку и отдельно красила маяк вообще в инструкции написано что покраска будет после того как вы завершите сборку но тут такие некоторые детали что сложно было бы подлезть поэтому я решила покрасить сразу и покрасила отдельно дверку и как видите успешно выломала ей крепление которые вы тут должны были быть потому что дверка не сильно хочет влазить именно в пазы именно из-за того что все уже дальше скреплено ну я не сильно расстроилась я простую приклею на супер клей в принципе не то чтобы у меня было какое-то огромное желание ее открывать внутри то ничего нет внутри вот такая пустота так что не критично я думаю вот значит покраска у меня вот такая веселенькая желто голубые цвета не знаю где то может быть еще добавлю по цветности что-то и начала собирать верхнюю часть сейчас я очень аккуратно и вам попробую достать вот так она выглядит и минус том что вот эти треугольнички сверху у меня абсолютно не держится они вот так распадаются и мне оксана посоветовала вот держатель вот этот подпилить немножко для того чтобы все влазило также по поводу свечки интересный такой момент я уже выкинула все в том числе и инструкцию но получается что значит вот эта штучка будет стоять вот здесь сверху вот так красиво окей стоит стоит да вот тут окошечке все как надо но свечка если мы ее вот так об она проваливается до самого конца и получается фигня какая-то потому что в самом здании маяка дырок нет но здесь будет дверь так что непонятно зачем и я придумала просто вставлю вот здесь картон очку на эту дырку хоть и поставлю свечку и тогда она никуда не проваливается она тогда получается смотрите сейчас я вставлю вот эту верхнюю часть и попробую аккуратно показать немножко видно эту свечку но мне в принципе не критично прикольно что есть огонек он еще немножко так моргает очень интересно получится вот пора уже пока как по мне заканчивать эту работу я также подумывала над тем чтобы вот эти треугольнички они входят ну как бы туго если не удастся подпилить красиво то я их просто приклею намертво и все и покрашу сверху вот так вот вот такая красота липота у меня будет ой свечка уже там влезла жопкой своей куда подальше так что надеюсь скоро мы увидим готовый маяк вот такие пирожички побежала дальше работать здравствуй суббота если я слышу этот звук я знаю чтобы ася что-то лежит и что вы думаете я ее приглашала кушать конечно приглашала я с ней делилась колбаской конечно но она решила сидеть в углу прихожей и не отзываться ноги а сейчас вот басенька чья тарелка расскажи нам можно у вас интервью получить товарищ кот стоит такое баска бася лё здравствуйте мы вас видим вы не прозрачная такая вот у нас утренняя приколисточка вот я для поднятия настроения смотрю видео оксаны кабардиной четырехлетней давности вам тоже советую раньше тоже ее советовала очень приятная женщина она тоже такая оптимистка позитивчик ходячий вот так что если вдруг захотите то заходите к ней в гости закаты как единственное доступное развлечение хотела показать вам панну снежное безмолвие надеюсь вам что-то видно и слышно я почти вышла все крестики сверху но я уже больше не могу вышивать эту работу поэтому сегодня буду переключаться на что-то другое идет в принципе хорошо приятно чуть-чуть крестиков сделал тут уже вот и домик вот тебе и деревце вышилось тут даже гора как видите у нас намечается но честно говоря больше не могу смотреть на эту работу хочу что-нибудь другое так что скорее всего возьму маги рукодельницу по вышиваю рыбонька моя удобно ли тебе вы так лежать настоящая леди скажи дом скази я леди 21 века как хочу так и лежу никаких ограничений уйти моя зоя кто такая зоя бося в последнее время немного грустит потому что мы перешли на корм для худеющих кошек она конечно очень даже не согласна но ничего зато мы немножко похудели что тоже приятно то она у нас уже выглядела так как будто насильно беременна она не беременна это не ты только что ниточки драла да это не ты бобиночки грызла только что нет ты была хорошая девочка дай бобиночки дай бобиночки эх хотели сделать красивую фотографию ну куда уж нам тут мы все сгрызли если вы за мной следите в соц сетях вы видели что я тут этими ниточками размахиваю этот цвет 972 и 3846 и я решила потому что почему я их достала я решила схему вышить марии бровко вернее маленький ее кусочек сейчас вам вставлю наверное в этой части превьюшечку это схема в поддержку украины и я решила вышить только самую самую серединку вот такое сердечко у меня получилось цвета я специально выбрала кислотные такие чтобы бросались в глаза вот что я с ним буду делать я пока не знаю мне кажется что я его вырежу и она точно будет фигурировать моих видео для того чтобы не было вопросов и для того чтобы я каждый раз не рассказывал одну и ту же историю вот и я также думаю возможно либо это сердечко использовать либо вышить другое может быть даже побольше потому что это такое прям малюпусенькая я его вышила наверное за минут сорок да я вышиваю медленно если что и повесить себе такое в машину вот так что такая лепота красота получилась у сердечка еще было обрамление но так как у меня будет белая пластиковая канва то в принципе я думаю обрамление здесь и не нужно так оставим его вот так ведь вот так так ну и немножко поковыряла я маги рукодельницу мне надоел этот комод страшно и ужасно и я пошла сюда наверх и вот тут вот голубые ниточки вот это все бежевое вчера вышивала и сейчас зашиваю бежевым крестики значит что здесь сложновато вы видите сейчас например бордовые оттенки вы думаете ну тут их наверное штучки 2 но нет тут их 4 и некоторых цветов буквально по три крестика вот тут например три полукрестика и вот тут будет три полукрестика ну в общем схема не из простых но хорошие новости как видите здесь есть край канвы сердечко вернись и это значит что мне уже совсем немножко осталось до того чтобы закончить эту работу в смысле первую половину да мы сейчас вверху с вами вышиваем значит вот эта длиния она находится вот здесь то есть еще буквально не целые 10 крестиков и будет конец и это очень честно говоря мотивирует потому что ну работа большая вышивается бесконечно и еще долго наверное будет вышиваться но когда ты видишь какой-то край ты думаешь о-ля-ля наконец-то ура 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 так что это конечно приятные новости буду продолжать вышивать эту работу мотивирует всем доброе воскресное утро мы решили закончить эту небольшую неделю пока есть возможность снимать со следующей я уже иду на работу в офис а значит что времени на вышивку и на съемку будет намного меньше и хвалюсь вам итогами своей недели во первых это конечно же пасхальное яйцо которое я закончила чему я очень рада я забыла вам сказать что я тут пришила бисериночек пару золотых взяла из наборчиков обрез арт из остатков что у меня было и пришила яйцо получилось очень даже симпатичная мне нравится вот потом конечно же сердечко от марии бравко но это прям работа я не могу засчитать просто милота милота вот пути тут с нами лежать яйцом пожалуй уберем и снежное безмолвие от панны что значит у нас здесь в их происходило на этой неделе я здесь очень много крестиков вышила но не дошила видите тут еще рамочки чуть-чуть осталось и тут вот светлые крестики остались и сделала весь бэкстич бэкстичу здесь немного вот тут на деревце вот тут 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 и тут чуть-чуть здесь всегда бэкстич вообще в паннах именно в старой коллекции не могу сказать ничего про новые разработки очень даже продуманный и такой легкий и приятный вот все значит замечательно работа прекрасная но в какой-то момент мне уже просто не было силы и и дальше вышивать поэтому я ее оставила до лучших времен потом когда-нибудь может быть даже на следующей вышивальной неделе возьму и до зашивая вот эти участки и буду очень рад перейду снизу вышивать бисером и иероглиф вот так у нас выглядит превьюшечка снежное безмолвие кстати интересно я показывала свои вышивки девочки с работы мы как-то ходили с ней в кота кафе ну вот я и показала эти иероглифы от панна и они все красиво называются пробуждение природы снежное безмолвие пора раздумий но она сказала что по-китайски этот иероглиф просто обозначает зима вот так что вот такой вот дословный вольный скажем так не дословный а вольный перевод так что если что иероглиф просто обозначает зима но все равно очень и очень по моему красиво получается вот это последний из четырех я уже жду не дождусь когда он закончится и можно будет показать вам всю серию тащу в кадр огромную работу как мы тут поместимся купить это маги рукодельница как вы смело можете догадаться я для вас ее даже немножко развернула распяливать не стала хотя мне тоже нужно тут кое-чего переделать немножко передвинуть пяльца потому что мне не хватает буквально тут пару крестиков до конца что мы вышивали на этой неделе это вот этот комод я помню вышивала вот эту синюю коробку почти закончила вы тут вот какой-то цветочек тут еще будет много микси чай будет красиво тут крышка коробки только началась и вот тут я дошла до стоечки сейчас покажу вам превьюшечку где она он снова здравствуйте значит я дошла до вот этого момента вот тут я сейчас нахожусь и здесь снова были бобиночки и я решила что я больше не смогу вышивать бобиночки мне очень не понравилось прошлый раз поэтому я здесь заменила вот на нижней полочке пока что только на цветочки потому что цветочки я люблю а тут только один какой-то куст непонятный я решила что пусть будет немножко больше цветочков вот вышивала так по наитию эти цветочки как придется как мне видится скажем так но по-моему симпатично получилось они пока что еще без бэкстича без бэкстича но все исправится в ближайшее время вот вообще работа конечно шикарная особенно когда это ее разворачиваешь вот так вот на полную это у нас будет вот здесь когда закончится половина работы то есть окошка внизу это все самое интересное еще нам предстоит вышивать но кошка конечно огромная там одну моську можно вышивать целый месяц вот рада что продвинул эту работу привет тебе большой оксана и твоим фонариком надеюсь ты тоже их вышиваешь вот ну долгостроить должны все-таки продвигаться хотя я скажу что не очень интересно эту работу вышивать из-за того что ты чувствуешь что финиш совсем совсем не скоро вот этот момент конечно немножко отталкивает думаешь ну какая разница буду я сегодня ушать или через 10 лет все равно финиш примерно через двадцать лет так что ну посмотрим чем закончится и когда закончится мало ли вдруг у меня появится какое-то вдохновение и я раз и закончу тут я начала немножко уже клеить обои его с этой стороны как видите о это наверное шторы все-таки они обои сейчас я так думаю ну возможно шторы значит начала тоже потихонечку и тут тоже по буквально пару крестиков сверху не хватает чтобы до конца дошивать и вот с этой стороны есть не моя не очень любимая тема это вот такие обои в крапинку и я постараюсь их в этом случае вот здесь сделать еще один цветочек какой-нибудь побольше который будет заходить на эти обои в крапинку потому что мне их очень не понравилось вышивать здесь пустые участки и нужно как бы аккуратненько перетягивать эту ниточку для того чтобы все красиво выглядело с наружной стороны ну в общем фигня фигневая мне не очень понравилось прошлый раз поэтому в этот раз я просто подумаю как бы здесь побольше занять место крестиками чтобы эти обои уже прям чуть-чуть их осталось вот тут если что ой извините ушка нет это не ушка это у нас машинка вышивальная которые не вышивальная швейная машинка а вот тут вот тут маленькая это ушка уже кошечки началось вот но что еще сказать про эту работу не знаю вы увидите в каждом видео сейчас практически так что просто будем продвигать и вышивать я желаю вам хорошего настроения я желаю вам не унывать не смотря ни на что держитесь котики все у вас и у нас будет хорошо еще такая одна маленькая ремарочка мне тут я создала телеграм-канал и некоторые девочки мне писали в инстаграме например ой а если русская можно ли к вам присоединиться у меня нет никакого разделения по национальному признаку вы можете быть кем угодно я приветствую абсолютно всех адекватных людей так что если вдруг вам неизвестно слово vpn или вы просто не хотите им пользоваться но вы вдруг пользуетесь телеграмом то заходите в гости я сегодня даже научилась там и комментарии открывать так что у нас там веселая тусовочка ну все до скорых встреч котики пока пока